Всем привет! Мы дальше шагаем по курсу HTML Master и перед тем как мы начнем, хочу попросить вас поставьте лайк прямо сейчас, потому что следующее видео вы получите только после того, как это наберет более 60 лайков. Итак, друзья, сегодня мы с вами будем знакомиться с таблицами, но давайте их мы уже будем заводить на второй странице, которую мы сделали в прошлом уроке. Итак, для этого открываем файл page2.html, он у нас фактически еще пустой, да, так видим здесь ничего нету, и давайте сразу же накатаем тег h3, в котором напишем основы таблиц. Основы таблиц. Сразу говорю, что по таблицам мы будем разбираться, наверное, не один и даже не два дня, возможно, уйдет три, а может и все четыре, ну, в общем, время покажет, потому что информации там действительно много, я хочу дать еще и практику, чтобы вы попрактиковались, поэтому мы будем делать таблицы, заполнять их и, соответственно, по пути изучать различные теги и атрибуты. Итак, как же создаются таблицы? Все достаточно просто, для этого мы в нашем html коде задаем тег table, это парный тег, поэтому помним, что парные теги надо закрывать, обязательно его закрываем, и смотрите, мы говорим браузеру, что вот здесь у нас начинается таблица, здесь она заканчивается, и внутри мы уже можем строить эту таблицу, но перед тем, как строить, вы должны понимать, как она работает в html. В html таблица задается следующим образом, вот смотрите, например, у нас есть какая-то обычная такая табличка с красивыми у нас получается строками и колонками, да, но само по себе понятия колонок в html как такового в принципе-то и нет, то есть есть там какой-то тег кол, но он предназначен не для создания колонок, а для их, так сказать, оформления, для задания им атрибутов. В html таблица задается немножко по-другому, то есть смотрите, мы сначала указываем, что у нас начинается и заканчивается здесь строка, да, и потом в каждой строке мы прописываем ячейки, которые нам нужны, то есть прописали нужные ячейки, затем заводим новую строку и новые ячейки. Вот эти ячейки, они уже дальше образуют вот эту саму колонку, то есть в html мы создаем строки, в строках создаем ячейки и таким образом строится таблица, то есть не колонки, а именно ячейки, запомните это. Итак, теперь давайте попробуем задать первую строку, она создается при помощи тега tr, так вот, тоже тег парный, поэтому его закрываем, и уже внутри тега tr мы создаем тег td, td, короче, не буду я тут коверкаться, скажу по-русски, как мне приятно. Итак, td, мы получается сейчас сделали таблицу, вот это с одной строкой и с одной ячейкой, то есть в принципе эта таблица представляет из себя просто обычную ячейку. И дальше, если мы хотим сделать больше ячеек, мы просто добавляем еще сюда ячейки. Например, получается сейчас таблица с одной строкой, в которой содержится 4 ячейки, ну или как уже будет отображаться 4 колоночки, состоящие из одних ячеек. Итак, давайте мы сейчас наполним, например, напишем животное, так, дальше, ну что тут еще мы напишем, описание, давайте, описание, следующее, что мы напишем, окрас давайте, накалякаем, я сейчас беру абсолютно все из головы, поэтому тут будет немного нелепо, но нам главное научиться делать таблицы, а не расписывать правильно животных, да. И давайте напишем еще, ну я не знаю, давайте характер, характер, так, отлично. Итак, давайте мы теперь посмотрим на нашу страничку и вы увидите, что здесь у нас появились вот эти самые ячейки табличка. И в новых браузерах вот наша таблица, она никак уже не оформляется, то есть видим здесь просто идут наборы слов, да. Так вот, чтобы нам ее оформить, необходимо использовать CSS, но так как мы его не знаем, давайте мы будем использовать, обратите внимание, старые атрибуты, то есть старые, это значит, что их нельзя использовать в HTML5, то есть будет ошибка валидации. Но так как мы CSS не знаем, давайте я вам просто покажу парочку старых атрибутов, а уже когда буду записывать курс по CSS, мы разберемся, как оформлять таблицы отдельным занятием. Итак, первый атрибут, давайте напишем border, он указывает толщину границы. И смотрите, мы прописали border1 и у нас все, видим, появилась такая вот табличка, да, граница. Обратите, пожалуйста, внимание на тот факт, что здесь граница в один пиксель толщиной, то есть вот эта внешняя черная граница и внутренняя граница, это граница ячеек. Внешняя граница таблицы, внутренняя граница ячеек. Вот это белое расстояние между ними, это расстояние между ячейками, то есть это не граница вот такая вот толщиной большой, это именно тут две границы, одна у таблицы, другая у каждой ячейки. Вот так вот. Теперь давайте мы пропишем еще один атрибут, который называется self-padding. Так вот, равняется. Давайте напишем 5. И этот атрибут указывает расстояние внутри ячеек, поля внутри ячеек от контента до краев ячейки. То есть видим, у нас текст, он сейчас немножко отодвинулся. Видите, то есть уже границы не прилипают к самому тексту, а они немного отошли. То есть мы прописали self-padding 5 и в итоге получили вот такую штуку. Замечательно. Двигаемся дальше. Следующий атрибут давайте, если захотите, мы можем прописать self-spacing, равняется. И давайте поставим тоже пятерку. То есть вот этот атрибут, он указывает расстояние между ячейками. То есть видим, что у нас тут расстояние от одной границы до второй увеличились. И получается уже по-другому немножко наша табличка смотрится. Но факт, видите, как это все дело работает. Ну что же, замечательно. Теперь давайте мы заведем еще парочку строк с парочкой животных. Так, давайте я это скопирую просто-напросто. Вставим строку номер 2, вставим строку номер 3, вставим строку номер 4. И теперь давайте мы ее немножко заполним, нашу таблицу. Итак, первое. Давайте напишем. Краколев. Ну, такие возьмем несуществующих животных, потому что не хочу писать неправды. А лучше давайте пофантазируем, поприкалываемся. Затем следующее животное. Обратите внимание, краколев. Это появится у нас оно здесь, видим, да? То есть вот это все идет. Смотрите, вот первая ячейка первой строки, первая ячейка второй строки, первая ячейка третьей строки, первая ячейка четвертой строки. И дальше так пошло, вторая ячейка первой строки, вторая ячейка второй строки. Ну, в общем, вот так вот задается таблица, запоминайте. Итак, следующее животное. Давайте мы напишем пчеловек. Это не я его выдумал, это было в шоу «Уральские пельмени». Я тогда долго ржал над этим выпуском, но прикольно, советую посмотреть. Так, ну и последнее животное. Сейчас я выдумаю что-нибудь. Давайте, о, попугат. Попугат. Так, отлично. Животное есть, теперь давайте зададим описание им. Так, краколев. Это, кстати, из-за анекдота тоже смешной анекдот, но рассказывать не буду тут. Слегка непристойный. Итак, с одной описания, с одной стороны голова льва, запятая, а с другой кракодила. Так, отлично. А крас, ну давайте какой там, красно-рыже-зеленый возьмем. Красно-рыже-зеленый. Ну, давайте, кстати, точки тут поубираем. В принципе, тут не важно, есть они или нет, но давайте без точек. Так, и характер, давайте злой. Точка, так как, надо же объяснить, почему он злой. В туалет сходить нет возможности. Ну, думаю, понимаете, с одной стороны голова льва, с другой голова крокодила, бедный зверь, короче говоря. Так, очень злой. Да, давайте очень злой. Но я бы был очень злым, если бы у меня была такая проблема. Так, человек, давайте писать, бородатый, запятая, с усиками и синим жалом. Так, ну, нормальное описание, да? Вечно ищет горючие жидкости. Горючие жидкости для приема внутрь. Так, ну, точку тут тоже уберу. Дальше, окрас. Полосатый, полосатый, запятая. Желто-черный. Так, вот у нас прорисовывается наша таблица. И следующий характер. Давайте напишем громкий. Точка постоянно, постоянно жужжит. Отлично, точка. После 30 минут от него начинает болеть голова. Замечательно. Так, следующий попугат. Так, давайте напишем. Блин, даже не знаю. Давайте гордый птыц. Так, гордый птыц. Так, с завышенной самооценкой. Так. Считает, запятая, что у него клюв. Так, как у орла. Ну, завышенная самооценка. Сами понимаете. Так, как раз пестрый, запятая, серо-буро-малиновый. Малиновый. Так. С этим тоже разобрались. Так, тут точку я тоже пока уберу. Характер. Характер. Давайте напишем вредный. Ну, это ж попугат, правильно? Так, что тут еще написать? По ночам просит пиво. Нет, давайте не пиво, а кефир. Кефир. Так. Если дать, поет матные песни. Песни. Запятая. Если не дать, просто ругается матом. Точка. Ну, что сказать. Беда, беда, беда. Нет спокоя от этой птицы. Так, давайте мы сохранимся. Посмотрим на нашу табличку. Так. И видим. Вот какая у нас получилась таблица, да? Потратили, в принципе, все время на создание, на написание таблицы. Но я думаю, это важно для новичков, потому что они должны знать, как все это делается. Попробовать создать сами на практике. Ну, и естественно, без этой таблицы я дальше просто не смогу вам показывать, что еще можно сделать в HTML с таблицами. Ну, и чтобы уже сильно вы не кричали, что здесь получилось как бы много воды, потому что в основном мы просто попытались создать таблицу. Давайте мы еще разберем один тег. А уже в следующем занятии будем работать непосредственно со столбцами и строками, со строками и ячейками. Итак, тег называется Caption. Он достаточно простой и он содержит в себе описание таблицы. То есть, давайте напишем удивительные, у, удивительные животные, точка. Так. Сохранимся. Посмотрим. Видим. Вот у нас содержится описание уже удивительные животные. И сразу же вам говорю, что тег Caption, он должен размещаться первым сразу после начинания тега Table. То есть, начинается тег Table. Если вы хотите задать название вашей таблицы, вы сразу же начинаете прописывать тег Caption. Понятно, да? То есть, сначала Table, потом Caption. Самым первым после Table идет. И затем уже вы заводите саму таблицу. Ну, и если честно, то в самой таблице еще достаточно большое количество тегов. Мы их тоже будем разбирать. Будет очень интересно. Поэтому встретимся в следующем занятии. А сейчас ставьте лайк и ждите следующего видео. Субтитры сделал DimaTorzok